МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробнее об этой инициативе поговорим с членом Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадимом Денькиным. Здравствуйте, Вадим Евгеньевич. Приветствую вас. Почему все-таки появилась такая инициатива? Раскройте нам секрет. Разве тех мер, которые уже государство разработало, недостаточно для того, чтобы поддерживать демографическую ситуацию и традиционные, прежде всего, семейные ценности в нашей стране? Мы наблюдаем, что каждый год президент в своем федеральном послании озвучивает огромные меры поддержки для многодетных семей с одним ребенком, деткам в сложной ситуации, людям социально незащищенных категорий. Поэтому, естественно, данная инициатива лишь помогает в развитии вот этого тренда, заданного президентом. Прежде всего, необходимо понять, что мы этой инициативой, вне зависимости от того, есть ли у человека там жилье или участок, мы даем семье, у которой есть один и более детей, определенное количество соток, это, наверное, будет зависеть, мы этот вопрос разрабатываем, зависеть от количества детей, безусловно, количества членов семьи, в пользование, безвозмездное, то есть в собственность. Во-первых, как вы правильно сказали, мы улучшаем жилищные условия, во-вторых, мы увеличиваем деторождаемость, потому что единственным камнем преткновения является отсутствие нормальных условий для существования семьи, то есть либо квартиры, либо земельного участка. По данным статистики, 57% граждан Российской Федерации вообще не имеют возможности выехать за пределы своего города, ареала проживания. 43% не имеют возможности вообще никакой собственности. 17% могут только сезонно присутствовать, то есть у них есть какой-то маленький домик, в данном случае не предназначен для зимних условий существования. Соответственно, говорить о тех людях, которые могут себе позволить иметь и то, и другое, говорить не приходится. То есть это минимальный процент. Поэтому в данной ситуации инициатива актуальна, своевременна и качественна. Граждане во всяком случае могут использовать этот земельный участок как вложение в какое-то строительство. Допустим, кто-то уже строит, купил участок, он может продать его и вложить в строительство дома. Или обустройство самой территории. То есть варианты всяческие. И инициатива на сегодняшний день реально созрела, потому что, безусловно, меры поддержки достаточно. Многодетные семьи их имеют. Тем более мы не говорим только о Москве, потому что здесь есть у многодетных все. Мы говорим в большей степени о регионах. Поэтому 17% территории Российской Федерации всего заселено. И поэтому когда мы будем расширять городской ареал, в данном случае, или районный ареал, вот этими землями, которые выданы именно таким категориям граждан, я думаю, что это очень серьезное подспорье. Единственный минус в этой всей ситуации, безусловно, необходима поддержка со стороны государства, меры, принятые правительством Российской Федерации, относительно инфраструктуры. Потому что мы слышали о том, что как только инициатива в свое время была при доставлении участков многодетным семьям, не было инфраструктуры, ни воды, ни подведенного электричества, ни, соответственно, различных систем жилищно-коммунального хозяйства. Но рано или поздно мы справляемся. Регионы на это делают серьезнейший упор. А мы, как представители Совета Федерации, представители регионов, должны об этом постоянно напоминать. Но тем не менее, вот вы упомянули многодетные семьи, которым предоставляются уже много лет, да, такого рода участки. Но мы знаем и камни преткновения, которые существуют, и до сегодняшнего дня существуют в некоторых регионах. Для того, чтобы получить многодетные семьи такого рода участок, нужно выставить очередь. И мы даже делали специальную программу по этому поводу, что есть регионы проблемные. А очередь выстраивается, судя по статистике, до 10 лет. Это как бы тоже проблема. Как вы планируете решать такого рода камни преткновения? Как вы будете их убирать? Как вы видите эту проблематику? В любом случае, необходимо провести анализ детальный всех земель, которые присутствуют для возможной предоставления для данной категории граждан. Во-вторых, есть земли, которые просто незаконно взяты, не обрабатываются, или там каким-то образом в спорных судебных вариантах, да, необходимо тоже... А есть другие варианты, они просто земли непригодные, например? Есть непригодные, безусловно. Это необходимо провести анализ. То есть это при принятии данного закона проекта, когда он пройдет все три стадии, будет принят в Сайд Федерации, подписан президентом, безусловно, пройдет некоторое время. Но мы не должны создавать, как говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, не должны создавать никаких препонов. Существует у нас целая система МФЦ. Одно окно. Пришел, подал документы, получил. При условии того, что необходимо на уровне регионов, безусловно, провести эту санацию. Эти земли есть. Тем более, еще раз говорю, 17% территории Российской Федерации всего заселено. Поэтому у нас есть дальневосточный гектар. Предлагались территории сибирского гектара, центрального федерального округа. Мы должны к этому идти. И граждане должны знать, что у них есть право поехать из города, где они постоянно каждый день работают, тратить свою энергию, отдохнуть там, где им дает возможность это сделать государство. Ну, плюс еще есть такой пандемийный синдром, который сработал, и люди пытаются выехать, или, по крайней мере, иметь землю за пределами больших мегаполизов или городов даже. Это тоже хороший вариант. Но плюс еще, очень хороший нюанс в вашем, по крайней мере, предложении. Есть люди, многодетные семьи, которые теряют статус многодетной семьи, потому что там третий или четвертый ребенок уже старше 23 или 18 лет, как было раньше по законодательству. И семья, получается, не может претендовать на этот участок по нынешнему действующему закону. А ваше предложение, получается, открывает эту дверь вновь. Безусловно. Для тех, у кого еще двое детей, например, есть несовершеннолетних, но они как бы выпали. Но, безусловно, в законопроекте знаете, что семья, прожив 10 лет браки, имея одного ребенка, у кого-то не получается завести второго, третьего, да. Может быть, наоборот, у кого-то уже седьмой, восьмой пойдет, мы только этому будем рады. В данной ситуации это серьезнейшее подспорье. Но, как показал, вы правильно сказали, в 2022 году пандемийный период, большинство граждан сфокусировали свое внимание именно на малоэтажном строительстве. Уезда из городов, потому что, во-первых, воздух, во-вторых, инфраструктура развивается, транспортная артерия работает, то есть, допустим, там, по аналогу Москвы, Калуги, Брянска и многих других субъектов Российской Федерации, да, транспортная инфраструктура налаживается, человеку становится проще добраться до центра, да, зная приказ, что он потратит немного времени, 30-40 час в конце минут 60 минут, но он доберется и будет находиться в совершенно иных условиях, в другом воздухе, в другой обстановке, с минимумом соседей, потому что, когда ты едешь и видишь огромное количество человеков, так называемых, да, которые построены сплошь и рядом, да, это здорово, да, это есть возможность людям социальных категорий получить, наконец-то, по ранжированию, по очереди своей квартиры, но человек не всю жизнь готов жить в этом направлении, а тем более, когда он приехал к кому-то в гости, он получает совершенно иную реакцию, совершенно иные эмоции, впечатлений. Поэтому порядка 40% готовы уехать поменять городские условия, то есть квартиру продать и уехать жить за пределами. И это при том, что россияне малоподвижны, мягко говоря, нелюбимы переезжать по всем статистическим данным. Почему? Потому что не привыкли. Вы посмотрите, да, международный опыт. Большинство не живет в больших домах, да, многоквартирных. Большинство живет именно на территории маленьких приусадебных участков, где комфортно, у тебя есть маленькие свои 3-4 сотки для того, чтобы посадить свой, опять же, огород, который ты можешь иметь право в любой момент использовать, да, не ходить в магазин, а вырастить свое. Поэтому к этому нужно идти. Да, это возрождение, так, родовых усадеб, о которых очень много и не так давно говорили. Но мы к этому тоже не готовы. Мы тоже к этому не готовы. То есть, да, когда-то мы ходим с большим удовольствием смотрим памятники старины, что это чья-то усадьба какого-то герцога или графа или там кого-то из исторического какого-то персонажа, но на самом деле к этому мы должны идти. Еще один законопроект. В Госдуму вы внесли законопроект об отмене НДФЛ для граждан с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц. Какова мотивировка? Почему 30 тысяч, а не 50 или не 60? Летом мы видели цифру 20 тысяч. Да. Ну, во-первых, безусловно, мы опираемся на данные статистики, что средняя заработная плата по регионам составляет 30 тысяч рублей. Просто давайте вдумаемся в калькуляцию. 13% от 30 тысяч рублей это 3900 рублей. Мы берем просто среднестатистическую 30 тысяч рублей. 3900 это серьезнейшая сумма, увеличивающая доход гражданина, получающего такую заработную плату. А при условии прожиточного минимума 13800 рублей, мы говорим о том, что это подспорье действительно очень серьезное. Человек может оплатить жилищно-коммунальные услуги. Человек может купить себе лекарства. Человек может себе обеспечить какие-то траты в одежду, в продукты питания. В конце концов, куда-то съездить, да, позволить себе. Но ваше предложение касается именно человека одного человека, заработка одного человека в семье? Конечно, заработка одного человека, который получает 30 тысяч рублей максимум. Соответственно, 13% это 3900. Мы добавляем ему, и он имеет этот заработок использовать свободно. При условии того, что сейчас, вот в сентябре, я для себя даже открыл такой информационный момент, информационный канал «Суперджоп» провел аналитическое исследование о том, что поддержат ли они эту инициативу. 78% граждан Российской Федерации, естественно, среди них есть и люди, которые имеют граждане 30 тысяч рублей оклад, поддерживают нулевую ставку налогообложения. Мы отправляли данный закон на проект правительства. Правительство, в принципе, его поддержало, но с некими огрехами. А вот какими огрехами? Единственный момент, который не устраивает правительства в том, что и так достаточно уже мер поддержки. Они сказали, я хотел бы сказать, идея поддержки наименее защищенных категорий граждан заслужит особого внимания, но сам законопроект нуждается в существенной доработке, ведь его положение не связывает право на получение соответствующего освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика. Правильно, то есть простыми словами, граждане, которые имеют дополнительный доход, могут дополнительно еще получать к этой сумме 3 900. Если мы говорим о том, что у нее есть несколько форм доходов в семье. И поэтому правительство Российской Федерации считает, что это нечестно. Но я считаю, что в рамках второго чтения мы разработываем вместе с правительством, с депутатским корпусом, с сенаторским корпусом поправки в рамках и наших комитетов, в том числе Совета Федерации, и придем к единому знаменателю. То есть вы согласны доработать? Абсолютно. И безусловно, мы стремимся к тому, чтобы законопроект был принят, а не к тому, чтобы перетягивать какие-то инициативы и так далее. Тем более, когда работает общая команда в рамках поддержки президента Российской Федерации, это необходимо. То есть тут вопросы никаких политических, никаких региональных особенностей, не собственного какого-то эго. Здесь разговор идет о том, что человек должен понимать, что государство в виде 13%, если у тебя 30 тысяч рублей есть заработная плата, готово тебе помочь вернуть эти деньги. И это никоим образом не скажется на бюджете Российской Федерации. Вадим Ильич, берем с вас тогда обещание, как только первое чтение пройдет, законопроект, если его не завернут вообще, вы придете к нам, расскажете подробности, особенно в тех изменениях, которые мы ждем, да, и правительство, которое ждет. Найдете вы этот компромисс или нет? С большим удовольствием. Если что, будем жестко стоять на своем форме. Спасибо. О новых предложениях по защите малоимущих и российских семей мы обсудили с сенатором Вадимом Деньгиным. Субтитры создавал DimaTorzok